с сегодняшнего выпуска мы начинаем новую рубрику 50 копеек александра 3 выпускались очень маленькими тиражами монеты на самом деле самые встречающиеся приветствую зрители канала заметки нумизмата сегодняшнего выпуска мы начинаем новую рубрику по вашим вопросам вот наш подписчик петр афанасьев прислал вопрос нашел не будем уточнять где и как 50 копеек александра 3 1894 года и не смог нигде найти тираж этой монеты спрашивает частая ли монета или насколько она редко почему нет тиража и вообще насколько интересна такая монета отвечаем есть вопрос от нашего подписчика пришедший на канал и мы теперь такие вопросы будем стараться всегда отвечать в виде выпуска если монета того достойно итак 50 копеек 1894 года времени правления александра третьего вообще и 50 копеечные монеты полтины и 25 копеечные монеты полуполтинники выпускались во времена александра третьего особенно в портретный период очень маленькими тиражами речь идет о тиражах в несколько тысяч штук от силы в несколько десятков тысяч штук ну понятно что тираж от силы для удовлетворения спроса коллекционеров хотя тогда эти монеты совершенно нормально направлялись в обращение несмотря на свой мизерный тираж а вот 1894 год тиражи в справочной территории отсутствуют казалось бы и нет 50 копеек за этот год а монета встречается и кстати намного чаще других лет получается что вообще если вы решили у себя иметь подборку монет александра третьего с рублем мог быть вариации по мелким монетам тоже есть выбор а вот 50 копеек и 25 копеек почти наверняка вам удастся подобрать хорошем состоянии именно 1894 года все остальные монеты либо имеют совсем уж маленький тираж и стоят очень дорого либо при высокой тени еще и выглядят совсем слабенько и такие в коллекции иметь не хочется только если вы не собираете полную сквозную погодовку всех типов всех монет всех номиналов и так 1894 год 50 копеек монеты на самом деле самые встречающиеся из портретных 50 копеек времени александра третьего а что же с тиражом и вот тут вопрос совершенно отдельный мы уже во многих передачах и на стримах подчеркивали тиражи и указаны сварочной литературе не всегда соответствует действительности а может быть даже так вообще и не соответствует эти тиражи указывают официальные отгрузки от монетного двора в пользу казначейства при том что монеты отгруженные в определенный год могут быть не чеканены в разные годы в отгрузке вообще может быть не быть монет с даты конкретного года отгрузки а вообще могла быть не чеканена но как пример нету полтинников с ссср с даты 1923 года отчеканились монеты и в двадцать третьем году 50 копеечки советские какой даты мы не знаем может быть предыдущий 1922 а может быть уже с будущей монеты с ссср с новой символикой эмблематикой 1924 года более вероятно но год их накапливали создавали резерв и потом уже лишь пустили в обращение в следующем двадцать четвертом году примерно то же самое произошло и с некоторыми монетами Александра третьего известные наверное многим пример что кроме 50 копейки 25 копеек девяносчёртого года еще одна относительно доступная монета александра третьего это десять рублей 1894 года да не дешевая монета но из десяток александра третьего самая доступная на сегодняшний день а при том тираж ее всего чуть более одной тысячи штук как же так документы показывают что в ранний этап реформы витта который осуществлялась подчеркиваю в несколько этапов и не всегда даже была вероятно достаточно хорошо организованной было уже понимание о том что обращение надо срочно наполнить банковской монетой то есть золотой и серебряной монетой было принято решение еще до всех изменений стопы и появлением нового дизайна монет просто чекает монеты старого образца и в 1895-1996 году продолжалась чеканка золотых десятирублевых монет с портретом александра третьего поэтому весьма вероятно что тираж 50 копеек девяносчёртого года также вошел последующий тираж который составлял уже миллионы штук 50 копеек девяносто пятого года а может быть и девяносто шестого а может быть и дальше не исключено использовался инструмент который был в том числе инструмент с портретом александра третьего стопа не менялась вес монеты тот же и монета приобретала жизнь уже при новом императоре поэтому 50 копеек 1894 года и в нашей дни является самой доступной и самой часто встречаемой из 50 копеечных монет времени правления александра третьего именно потому что скорее всего в чекане она была несколько позже и вошла в число тиражей точнее отгрузок монет уже времени николая второго и тем не менее все равно такая монета весьма ценима весьма желанна самые слабенькие экземпляры стоят несколько тысяч рублей коллекционные экземпляры такой как представлен вам сегодня может стоить несколько десятков тысяч рублей но это относительно недорого и все конечно мы смотрим относительно монет 50 копеек александра третьего других годов которые соответственно еще реже и дороже мы это 50 копеек 1894 года последнего года правление императора российского александра третьего несмотря на то что тираж этой монеты неизвестен это наиболее часто встречающиеся в хорошем состоянии 50 копеечная монета времени александра третьего с его портретом предположительно эти монеты выпускались дальнейшие последующие годы уже во время правления николая второго несмотря на то что портрет на монете и его отца александра третьего но по всем параметрам монеты идентична тем что выпускались при николаев втором задавайте ваши вопросы становитесь подписчиками и на вопросы подписчиков мы обязательно будем отвечать на нашем канале иногда в стримах а иногда в виде отдельных выпусков спрашивайте о каких монетах хотели бы узнать и для наших подписчиков возможность узнать максимально подробную информацию о монете конечно же на канале будет предоставлено до следующих встреч не забывайте подписываться на канал и Субтитры создавал DimaTorzok